Ну что ж, подводим итоги 2023 года. Да, мы многого достигли за этот год, особенно на этом канале. Изначально, если честно, я вообще не думал, создавая этот канал, что у меня что-то получится. Даже если смотря на то, что мои изначальные видеоролики это просто копипаста на того же маразма, которая практически месяцами дорабатывалась и в итоге стала тем, чем является мой канал сейчас. Мы за этот год достигли числа практически в 15 тысяч подписчиков, хотя изначально я входил в этот год с еле-еле двухстами, просто пытаясь хайповать и так далее. Да, это не мой первый канал, и вообще как я додумался до того, чтобы создать этот канал. Но перед началом, канал под названием Flame. Это автор, который выкладывает на своем канале множество различного контента по Майнкрафту. Переходите в описание и подписывайтесь на него. А мы переходим к ролику. Как я и говорил ранее, до этого канала был еще один, который нынче пустует, потому что, ну, к нему возвращаться я явно не собираюсь, ведь это была словно проба моего пирата, тем, что я вообще занимался там. Там был контент очень такой... Ну, я сейчас вам просто объясню, что я там снимал. Как и многие другие начинающие, сверхпопулярные ютуберы, я снимал поначалу Майнкрафт. Да, контент был не только по Майнкрафту, так еще и по различным другим играм, но в основном это были игры, которые на тот момент тянул мой покат, то бишь из какого-нибудь геймджойна и так далее. Тупо инди-игрушки из разряда, ну, скримеров, таких как ФНАФ, потому что, ну, другие игры мой ком тогда просто не тянул. Так бы все это и продолжалось, я снимал различные сериалы в Майнкрафте, ну, как же без этого, конечно. И в какой-то момент я начал снимать видеоролик по игре... Игре... Игре, блядь. По игре FNF. Да, многие из вас, возможно, знают эту игру, но тогда я решил просто по приколу, по фану, снять по ней перевод. Ну, многие знают, наверное, что за переводы такие, хотя лучше бы мы не знали, а то это та еще кринжака. Если кто-то и вправду думает, что у всех этих и пуп-пуп звуков есть какой-то перевод, если вы, конечно, понимаете, о чем я, то скажу тот, кто делал эту хрень. Перевода никакого нету. Как бы вы ни пытались там услышать что-то ясное или что-то по тексту, там... Это неразборчивая хуйня, которой ты просто придаешь в рифму какие-то слова и так далее. И тогда я словил свой первый хайп. Тысяча просмотров за неделю. А, я тогда чуть с ума просто не сошел от того количества, которое у меня там собралось. И после этого я просто на энтузиазме снимаю еще один такой видеоролик. И он набирает первые 10 тысяч просмотров. Тогда я просто сошел с ума. Но время шло, у меня оставалось все меньше усилий, вообще настроения. Какое снимать? А, мой оригинальный контент залетал буквально на 10, максимум 100 просмотров. В основном это было мое творчество, которое набирало максимум просмотров 3, нисколько больше. И после этого я забросил канал. Как бы сказать, что я его забросил? Забросил я его еще летом позапрошлого года. Всеми нам любимого и ненавидимого. 21 года. Забросил я его еще летом, потому что я когда жестко вдохновился контентом на ютубе. Потому что, ну, ко мне пришло такое вот созерцание, что, ох, хочу все лето пилить видосы. И я снимал эти видео, но в основном по Майнкрафту такие вот, которые требовалось минимальный монтаж. Я снимал и клепал их чуть ли не изо дня в день. Просто не переставая их снимать. Ну и как я и по итогу сказал, я снял последний видеоролик, где я помер, да, вот такое вот окончание канала. И создал этот, где начал снимать видеоролики по различным хайпующим, ну или более-менее плывущим на воде трендов теме. И как я вижу, что эти видеоролики, они до сих пор набирают просмотры. Спустя время они как-то смогли подняться из 10 просмотров, которые из них 5 я оставлял стопудово, просто скидывая их всем своим друзьям и спамя где только можно. И вот так вот постепенно я развивался, пока не дошел до своего самого популярного видеоролика, обзора на демод, который я сделал просто, просто по приколу, если честно. Потому что, ну, я вообще не думал, что это хоть как-то залетит после того, как я снял тот же видеоролик по Angry Birds, который у меня хайпанул самый первый. А сейчас просмотры, они снова спадают, потому что, потому что я постепенно устаю снимать однообразный контент, и он мне никогда не нравился. Снимать одно и то же. Да, многие могут, конечно, сказать, что, ну, нафиг я тогда снимал сериалы по Майнкрафту. Ну, в сериалах по Майнкрафту я видел какую-то отдушину от того, что я могу просто делать какой-то сюжет. Я не просто клепал эти видеоролики по тому же Майнл. Изо дня в день нет, я все больше учился управлять модами, прописывал персонажей, NPC, составлял диалоги, которые по итогу привели к концу того самого сериала. Да, с завязкой, конечно, на еще один сезон, но я не думаю, что кто-то вообще ждет его. Да я и сам на него уже забил, потому что не думаю, что он когда-то там в ближайшее время, когда-нибудь в этой жизни выйдет. И я не знаю почему, и в какой-то момент я начал ощущать YouTube будто свою работу. Что я должен в определенное время, к определенной дате снимать какой-то видеоролик. И лишь вот так, по какому-то графику. Хотя, я всегда понимал, что YouTube это лишь мое хобби, которое я делаю. На данный момент для вас, мои зрители, да и для себя. Я вообще не думаю, что этот видеоролик хоть что-то наберет, потому что, ну, кому нужны вот эти вот мои душные разговоры, да. Хотя я, конечно, на что-то надеюсь, хоть эти надежды они зачастую могут быть, конечно, пустыми. Да, я аж зациклился на этом, конечно, конечно, потому что. Итак, я пришел к тому, что я начал выпускать видеоролики все реже и реже. Я во многом пытался подключить своих друзей к созданию видео еще на моем старом канале, но ничего толком не получалось. Друзей это не особо интересовало, да. И многие из них с тех пор мне уже давно не друзья, да и не знакомые вовсе. Ведь школу я более-менее так закончил. И чем буду заниматься теперь в жизни, вот, только-только предстоит вообще осознать. Хоть, если честно, я все время отвлекаюсь на YouTube и на игры, лишь бы особо об этом не задумываться. Да, я, конечно, не могу сказать, что я сейчас счастлив вообще, что вот, школы нету, ничего нету, никто не отвлекает, можно просто свободно играть в игры. Но меня такая политика вообще не устраивает. Изначально, вот, признаюсь честно, я шел снимать видеоролики в YouTube поначалу из-за энтузиазма. Потом только узнав, что с YouTube, оказывается, можно зарабатывать деньги. Сейчас же, да, этот канал создавался для того, чтобы я заработал денег и, возможно, как-то поменял свою жизнь, поехал жить куда-нибудь в другое место отдельно от всех. Но из-за всеми таких вот известных событий, ну, и эту возможность у меня отняли, да. Из-за чего я ничего не могу заработать, не снимать, ну, вообще, пофигу, потому что. Ну, что уж, поделать вот так вот получилось, с кем не бывает. Я во многом ставлю себе цель и хочу себе в душе выполнить ее. Тут же целью меня было стать популярным и заработать денег. Но по итогу еле-еле я как-то получил первое, хоть частично, потому что, ну, потому что, почему на меня люди подписываются? Из-за тех хайпующих видосов, которые до сей поры набирают кучу просмотров. Особенно злосчастный видеоролик по демоду, который каждый день набирает и дает моему каналу по 5-6 тысяч просмотров. По большей части я хочу сказать то, что я не любитель снимать однообразный контент. Мне вообще никогда это не нравилось. Что уж говорить. Последний видеоролик по Атердауну набрал всего за эту неделю 400 просмотров. После этого, если честно, вообще как-то видеоролики делать не хочется. Да, у меня были и остаются мысли о том, что может мне новый канал создать и так далее, потому что контент набирает у меня лишь более-менее так по Гаррис моду и толком, ну, ничего больше не набирает, к сожалению. Но, в любом случае, я записываю этот видеоролик, хоть я и прекрасно понимаю, что вот эта вот милинизированная история моего канала, ну, скажу честно, я вообще не думаю, что она нафиг кому-то сдалась. Ну, да ладно. Что же я хочу сказать по итогу? Из старого канала, который был забит просто Майнкрафтом и очень кривыми записями моего голоса, я перекочевал в этот канал, который, конечно, по большей мере из-за хайпа тех видеороликов и всякого прочего, до сих пор набирает свои просмотры. Хоть эти 10 тысяч просмотров они являются, если честно, просто никакими, потому что набирает тот самый видос, который хайпует, а не мой контент, который, ну, признаемся честно, по сравнению с этим видеороликом, который каждый день набирает по практически 8 тысяч просмотров из-за интереса людей, которые, я уверен, еще долгое время гаснуть не будет, продолжает все еще плыть. И благодаря этому всему мой канал, признаем это честно. В любом случае, я хочу сказать спасибо всем тем подписчикам, которые так и ждут каждый день видеоролик, который я выпущу. Хоть, если честно, желание их делать с такими-то просмотрами все больше гаснет и гаснет. Ведь нормально набирают лишь те видосы, которые посвящены полностью либо д-моду, либо контенту по Гаррис моду, в которой, если честно, я уже как полгода толком не играю, с тех пор, наверное, как я выпустил тот самый видос по д-моду. Я играл, если честно, в Гаррис мод очень много лет. Года 3-4, так это точно. И с тех пор я перевидал все модели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok